Всех с добрым утром! История продолжается. Вчера вал начал обдирать, сегодня я его должен закончить и отдать, потому что машина моечная у нас стоит. И вчера разлет стружки был большой. Сегодня надо принять меры, но здесь закроюсь. Блин. Может быть, поможет. И на резец прилепил, ну прилепил, прикрутил пластину сверху, чтобы на пол сильно не разлеталась. Сейчас покажу. Мне сказали, что это сталь 5. Ну да, 45 она бы просто сыпалась, а эта зараза, она и извиваться успевает еще. Я бы эмульсию включил, но сгорел реле какой-то, сгорело. Ждут, пока его доставят, заказали. Поэтому вынужден работать без эмульсии. Так бы, конечно, эмульсию бы включил, она бы маленечко помягче бы шла обработать. Но нету. Набивается на резец. За проход сейчас взял, так, 72,5, 67,3, ну, 5 миллиметров. Ну, уже не так, конечно, разлетается, как вчера было. Блин. Так, я должен буду обработать. Подрать до 41, чистого размера, 40. Я поэтому и сверлил вчера без эмульсии. Мне вчера написали, что я неправильно делаю, что нужно было вначале ободрать, потом задвинуть, просверлить без люнета. Ну, я вот так делаю. Ну, и заодно показал, как работать с люнетом. А, кого? Вам здесь. А, нету. Не знаю. Вон, Лёха, занимаюсь уже. Я говорю, люблю. Я все время говорю, да блин, да ты осел там или что там, ну не осел. Дурак там, дурак там, рука жопа или еще че, ты не так делаешь. Я уже ржу, откровенно ржу. Специалисты все такие. Я не говорю о том, что я там крутой спец, я ошибаюсь, но я так эту работу выполнил. И мне. Пофиг, кто, как эта работа будет делать. Так, 60. Блин. Блин, блин. 5 миллиметров взял. Че, по чуть-чуть гонять шире. 34 миллиметра, получается, взял. Ну, не разгонишься, не разгонишься, как это, блин. И длина тоже. Вот. Этот крючок неправильный, кстати, нельзя таким крючком работать. Убираюсь переделать, но не должно быть петли, потому что вот даже вот сейчас я нарушаю технезапазности. Стружку на ходу убирать нельзя. Стоит крючок зацепить. Если пальцы здесь, то пальцев уже не будет. Так что будьте аккуратны. Крючок должен быть с ручкой, как у напильника. То есть он гладкий. Если его где-то захватило, он из руки его вырвало. Потому что все равно пытаешься ухватить, удержать его. И вот такой вот вариант, он очень опасен. Ну, ладно, у меня тут бывает, что люди еще подваривают. Ну, петля хорошая, захват получается. Поэтому ни в коем случае не убирать стружку во время обработки, и тем более вот таким вот крючком. Надо сделать все-таки нормальный крючок. Ручка у меня вроде как от напильника есть. Вот ручка. Я все-таки заморочить сделаю правильный крючок. Короче, от этого пузырька толка никакого нету. Корона стружка летит. А по поводу центровочного отверстия. Подобную работу мне приходилось на производстве выполнять и всегда перед обдиркой вначале центровочное отверстие, а потом уже обработку производят. Тем более, что эта деталь наверняка будет повторно ставиться на станок. и центра должны быть без биения. Но это мой подход. Я говорю, вы можете делать как угодно. Вообще пофиг. Блин, я уберу и тот козырькам не мешает. Блин, я уберу и тот козырькам не мешает. Толпа у меня все равно никакого нету. Резиция 15К6. Встреча 15К7. Во Ahora. Знайк. 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 так что 31 у ци классная штука облегчает вообще работу прямо основательно так размер всегда перед глазами не смогу ничем тебе сейчас помочь сегодня там или завтра чё там такую делал а эти добивать а это не нам тогда оставлять а зачем мы это просто и что понятно а сюда давно операции убивать это это маслосъемные эти клубочки только что говорю что нельзя этим крючком крючка убирать я знаете что я сейчас сделаю я его что надо 102 надо 102 это это сходить это у серёги посмотри для проверки а а а Продолжение следует... 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 ну сегодня надо освободиться иначе чпоки-чпоки будут чё надо вот посоветую и вот сюда надо хоть только шермиго сделать еще я могу сделать чтобы не прибегая но я вам туда могу прибить ну точить просто стопудово надо брать этот как его прудов слаб должен не дака из трех половинами на кого делаешь и все центральное это и две втулочки и все центральная с письмом думаю писанами и 2 втулочки по краям да и две втулочки которую все приварится и все она никуда у тебя не разберется но это с десятки с калибровки вот прямо чтобы он сможет может может ну по крайней мере попробуй ты ему нарисуй если это переживай вот прямо по длине и это ну мебельные типа мебельный ну да как вариант быстрый вариант тебе длиной или толщина и как я уже говорил продолжительность видео возрастет мне в одно время тоже почему я стал сокращать ускорять начали я чё делал я просто резал примеру кадр начинается проход пошел потом вырезаю и проход завершился но мне казалось что это оптимально чем и потом мне стали писать что на фига ты режешь надо показывать но в то же время так 46 то же время я прекрасно понимал что никто не любит затянутые видео поэтому всегда стремился как-то сократить хронометраж уменьшить его тогда я стал использовать ускорение то есть вот допустим вот этот проход он может я не знаю сколько он по времени длится я при монтаже увеличил воспроизведение шесть раз ну и в общем то техпроцесс весь сохранялся коронометраж видео уменьшался вот за счет этого ускорения теперь мне пишут что не ускоряй что допустим вчерашнее видео 40 с чем-то минут но судя по вашим отзывам вроде как зашло теперь мне нужно будет определиться максимальная длительность этого видео что допустим делить на части и сегодня наверное ну наверное минут сорок и я разделю на вторую часть получается потому что ну буду я два часа допустим и обрабатывать чем блин два часа но это много там все равно устает человек начинает перематывать интерес пропадает но другое дело что наверное я буду делать то в чем меня тоже упрекали болтовня слишком много болтовни но таких людей мало в принципе в основном то люди в принципе нормально реагируют ну какая-то информация может быть но и в то же время непринужденность обстановки то есть одностороннее такое общение со стримами я наверное не буду заморачиваться потому что со звуком я купил переходник и хотел подключить вот этот короче sony у меня bluetooth микрофон который я сейчас использую я хотел бы подключить модуль сам ресивер к планшету но там не получилось поэтому звук будет аккуратным и наверное я не стану с этим заморачивать поэтому 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 ну в принципе я думал что жесткости у него не хватит нормальный бред по поводу станка тоже люди спрашивали действительно ли он так тихо работает но учитывайте что все таки микрофона у меня закреплен ну установь действительно тихий у него нет насоса которая создает основной шум у него нет фрикциона на канале есть видео по ремонту этого станка и там принципе я коробку скоростей показал достаточно подробно за счет этого он менее шумный радиус 2 станочек станочек хороший я уже на нем работаю 10 лет то есть в принципе единственное что конечно не хватает ускоренного но привыкаешь быстро так сейчас у меня получается завершающий проход черновой станочек и нужно будет студить так я два миллиметра осталось единственное что у меня выбешивает на этом станке конус выставляю выставляю бесполезно сейчас померю что тут 46 ну вот по штанге ли три десятки конус 2 миллиметра оставлю 2 миллиметра 2 миллиметра 2 миллиметра 2 миллиметра 3 миллиметра 3 миллиметра 3 миллиметра 3 миллиметра 4 миллиметра 4 миллиметра 5 миллиметра 5 миллиметра 5 миллиметра 5 миллиметра 5 миллиметра 6 миллиметра Нормально идёт. Стружки уже полкорыто были. Так, и я должен буду обработать второй диаметр. На 50, 12,04. Нормально идёт. Сейчас заодно, наверное, посмотрю, что мне писали ещё по вчерашнему видео. Может быть даже на что-то отвечу. Сорок шесть комментариев. Сорок шесть комментариев. Сорок шесть комментариев. Сорок шесть комментариев. Чё там? Да ладно! Да ладно! Что ты там снимаешь? Да ладно! Да ладно! Сорок шесть комментариев. Да ладно! Да там же принудительно пальцем ткни. Так, пятьсот шестнадцать. Сейчас линейный размер подрежу. Сорок шесть комментариев. Радиус два. Так, и... Сорок шесть комментариев. Второй диаметр 50 мм Длина 104 мм 64 мм Ай! Немного взял Больше 5 мм Берешь, начинает мотать 1000 мм Ай! Возьмите 50-80 50-80 Вот, кстати, могу показать, как работает тормоз То есть, вообще, классная штука Цент все, остановился И этот же тормоз помогает мне не впендюриться кулачки Когда я режу, допустим, резьбу То есть, раз и все Раз и все На наших станках я, ну, по крайней мере, 16К20, 1К62 нигде не видел Может быть, на новых станках уже сделали Но штука классная вообще Так, 52 также оставлю при пуске Два миллиметра И для лучшего восприятия видео я практически Практически всегда, за редким исключением, стараюсь менять разум Я думаю, это благотворно влияет на восприятие материала Чем съемка с одной точки Но иногда приходится только с одного ракурса снимать Иногда просто, ну, лень перетаскивать камеру туда-сюда Иногда снимая одновременно двумя камерами Короче Так И там диаметр 70 Диаметр 70 Пацанник С той стороны тоже 50 В принципе, можно переворачивать Можно переворачивать Нагрелось Сейчас я посмотрю Но подпирать, наверное, все равно надо будет Потому что мне же потом в центрах Часовое делать Как биение Да нет, в принципе, нормально Нормально Я не стал зажимать за эту шейку Потому что мне здесь на проход нужно делать Добавляем Ребята Цвет Добавляем Добавляем Да, хорошо. 48, 50, 52. Большую стружку сделал. 48. Понятия не имею. 59,6. Большую стружку. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...